На этот раз обращения жильцов поступили с улиц Крестовского и Терлецкого в Балаклаве и с улицы Маршала Геловани в Ленинском районе Севастополя. Капитальный ремонт Кровель по этим адресам был проведен в период с 2016 по 2018 годы. Тем не менее, собственники жилых помещений недовольны. Даже после проведенных работ в дождь крыши продолжают течь. После ремонта в 2017 году, в мае месяце, при первом же ливневом дожде, случился вот поток. Нас залило конкретно, закоротило все. Чтобы проверить состояние Кровель после ремонта, на место выехали члены общественной палаты Севастополя, к которым поступили обращения граждан, представители управляющей компании, а также городского фонда содействия капитальному ремонту, который является заказчиком ремонтных работ. То, что нам удалось обнаружить и увидеть воочию, это гнилые балки в двух жилых домах в Балаклавском районе. Это протечка кровли здесь, в многоэтажном доме на улице Геловане. И очевидно, что есть признаки некачественного выполнения работ. Самые большие жалобы жильцов связаны с тем, что их уверяют, что такие кровли будут стоять 5, 10, 15, 20 лет будут служить. Вместе с общественниками на место прибыл независимый эксперт, глава компании Центр кровельных технологий Дмитрий Богуш. По его мнению, главные недостатки проверенных крыш – устройство примыканий и старая стропильная система. То есть, естественно, нужно будет разбираться, смотреть, поднимать технические задания, которые было дано подрядчику для выполнения этих работ. То есть, была ли там частичная замена, была ли там полный капитальный ремонт. То есть, если это был полный капитальный ремонт, как бы нужно поднимать эти документы, смотреть, разбираться, что это было сделано. То есть, визуально, как бы, на первый взгляд, то, что было сделано, то есть, это было некачественно. Вот, материалы, как бы, естественно, никто замены никаких не делал. То есть, верхнее покрытие поменяли, как бы, красивое, все, красивую конфетку сделали. А внутри, естественно, как бы, люди страдают. И, возможно, даже такое, что эта крыша аварийна. Техническая документация на все эти кровли есть, уверен заместитель руководителя фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Лев Осипов. По его словам, уже после завершения выезда ее еще раз изучат, чтобы понять, какие работы и в каком объеме были предусмотрены на каждом объекте. Кроме того, в фонде прокомментировали, почему после ремонта в стропильной системе крыш остались старые балки. Как правило, проектная организация делает заключение конкретно, сколько нужно поменять там стропильных ног, балок и так далее, так далее, так далее. Выдает это заключение, также, соответственно, под свое СРО, под своих специалистов, под своих экспертов. Вот, после этого мы эти работы объявляем, и уже выходит подрядчик, который ремонтирует. Ну, на моей памяти, там, стопроцентной замены на кровли, ну, никогда не было. По словам Лева Осипова, сообщения о недостатках проведенного капитального ремонта периодически поступают от собственников в фонд содействия капитальному ремонту. Как сообщил его представитель, за последние полтора года таких жалоб было 26, и все они были обработаны. Для этого в организации создается специальная комиссия, в которую входят представители департамента городского хозяйства, госжилнадзора и компании-подрядчика. После чего комиссия выходит на этот объект и составляется совместный акт с управляющей компанией, так как обслуживанием дома занимается управляющая компания. Составляется совместный акт, являются ли данные работы гарантийными, их нужно выполнить подрядной организацией, либо таковой не является. После составления акта в фонде определяют сроки, в которые подрядчик должен устранить существующие недочеты. По словам Лева Осипова, если жильцы недовольны произведенными работами, они могут обратиться на горячую линию фонда содействия капитальному ремонту или в управляющую компанию, которая должна передать информацию фонд. В свою очередь члены общественной палаты Севастополя готовят обращение с проблемными адресами в гурхоз, а также главное контрольное управление города.